откровение о боге говорит бог есть любовь бог есть свет и нет в нем никакой тьмы как трудно нам людям согласиться с этим трудно потому что и наша личная жизнь и окружающая нас жизнь всего мира свидетельствует скорее об обратном на самом деле где же этот свет любви очей если все мы подходя к концу своей жизни вместе с иовом в горечи сердца сознаем лучшие думы мои достояние сердца моего разбиты дни мои прошли преисподняя станет домом моим где же после этого надежда моя это что от юности тайна но сильно искала сердце моё кто увидит сам христос свидетельствует что бог внимательно промышляет о всякой твари что ни одна малая птица не забыта им что он заботится даже об убранстве травы и что о людях его забота еще и несравненно большая настолько что у нас и волосы на голове все сочтены но где же этот внимательный до последней мелочи промысл все мы подавлены зрелищем неудержимого разгула зла в мире миллионы жизни часто едва начавшихся прежде даже чем достигнуто самое осознание жизни с невероятной жестокостью а вырываются и так зачем же дана эта нелепая жизнь и вот жадно ищет душа встречи с богом чтобы сказать ему зачем ты дал мне жизнь я присыщен страданиями тьма вокруг меня зачем ты скрываешься от меня я знаю что ты благ но почему ты так безразличен к страданию моему почему ты так жесток и беспощаден ко мне я не могу тебя понять жизнь и учение старца силуана афонского преподобный сафроний сахаров жил на земле человек муж гигантской силы духа имя его симеон он долго молился с неудержимым плачем помилуй меня но не слушал его бог прошло много месяцев такой молитвы и силы души его истощились он дошел до отчаяния и воскликнул ты не умолим и когда с этими словами в его изнемогший от отчаяния душе еще что-то надорвалось он вдруг на мгновение увидел живого христа огонь исполнил сердце его и все тело с такой силой что если бы видение продлилось еще мгновение он умер бы после он уже никогда не мог забыть невыразимо кроткий беспредельно любящий радостный непостижимого мира исполненный взгляд христа и последующие долгие годы своей жизни неустанно свидетельствовал что бог есть любовь любовь безмерная непостижимая о нем этом свидетели божественной любви предстоит нам слово со времени и она богослова за истекшие девятнадцать веков прошли целые сон мы таких свидетелей но сей последний особенно нам дорог потому что он был нашим современником частое явление среди христиан желание вполне естественное желание видимых знамений нашей веры иначе изнемогают они в своем уповании оповествование о чудесах давно в минувших дней в их сознании становятся мифом а вот почему так важно повторение подобных свидетельств вот почему нам так дорог этот новый свидетель в лице которого было возможно видеть самые драгоценные проявления нашей веры мы знаем что ему поверят лишь немногие как немногие поверили в свидетельство прежних отцов и это не потому что свидетельство ложно а потому что вера обязывает к подвигу мы говорим что за 19 веков христианской истории прошли целые сон мы свидетелей любви христовой и все же в необъятном океане человечества их так мало они так редки редки подобные свидетели потому что нет подвига более трудного более болезненного чем подвиг и борьба за любовь потому что нет свидетельство более страшного чем свидетельство любви и нет проповеди более вызывающий чем проповедь любви взгляните на жизнь христа он пришел в мир чтобы сообщить людям благовестие о вечной божественной жизни которая он преподал нам простых человеческих словах своих двух заповедях о любви к богу и ближнему и из евангельского повествования мы видим каким искушением подвергся он от дьявола который сделал все что мог чтобы вынудить христа хотя бы в чем-нибудь нарушить эти заповеди и тем отнять у него право давать их человеку посмотрите что было в пустыне по ответам христа мы видим что там была борьба за первую заповедь то есть о любви к богу победителя в этой борьбе христа исшедшего на проповедь дьявол окружает атмосферой непримиримой убийственной вражды преследуя его на всех путях но и тут не достигает он своей цели последние удары нанесенные христу предательство ученика апостола общее отступление и неистовые крики о благодетельствованной толпы распыни распни его но и здесь побеждает любовь христа о чем и сам он категорически свидетельствует дерзайте я победил мир и еще идет князь мира сего и во мне не имеет ничего и так дьявол не смог отнять у него право дать миру новую заповедь господь победил и победа его вечно пребывает и уже никогда и никто и ничто не умолит этой победы иисус христос безмерно возлюбил мир и эту любовь дано было действенно пережить старцу силуану который сам в ответ полюбил христа и долгие годы провел в чрезвычайном подвиге за то чтобы никто и ничто не отнял у него этого дара и под конец жизни он мог бы подобно великому павлу сказать кто отлучит нас от любви божией скорбь или теснота или гонение или голод или нагота или опасность или меч я уверился что не смерть не жизнь не ангелы не начало не силы не настоящее не будущее не высота не глубина ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви божией во христе иисусе господи нашим остановившись на словах апостола мы поймем что так говорить он мог лишь пройдя через все эти испытания и всякий идущий вслед христу как показал опыт веков проходит через множество испытаний прошел через них и старец силуан блаженный старец схемонах силуан в течение 46 лет подвязался на афонской горе в русском монастыре святого великомученика пантелеймона в этом монастыре нам пришлось прожить около 14 лет последние годы жизни старца с 1931 года по день кончины его 11 24 сентября 1938 года случилось так что мы были самым близким ему человеком как произошло сие отказываемся объяснить если хотите назовем это обстоятельство недоразумение о нашем отношении к старцу знали некоторые из его почитатели и их настойчивые просьбы вынудили нас написать его житие задача для человека не имеющего ни дара не опыта писать нелегкая но все же мы решаемся потому что глубоко и искренно убеждены в том что на нас лежит долг поведать людям об этом воистину великом человеке эта книга предназначается для узкого круга людей интересы которых сосредоточены на христианском подвижничестве и потому главной заботой является не литературное искусство а возможно более точный духовный портрет старца все наше внимание при общении с ним бывало поглощено его духовным обликом с единственной целью личной пользы мы никогда не имели идеи писать его биографию и потому многое что естественно должно было бы интересовать биографа нам осталось неизвестным о многом мы обязаны умолчать потому что связано с людьми чужими мы приводим здесь лишь небольшое количество фактов из жизни старца рассказанных им по разным случайным поводом во время наших частых бесед или же услышанных нами от других подвижников святой горы друзей старца мы полагаем что скудость сведения его внешней жизни не составит существенного недостатка нашего труда мы были бы вполне удовлетворены если бы нам удалось хотя бы отчасти выполнить более важную задачу а именно нарисовать духовный образ старца тем которые не имели счастья непосредственного общения живого общения с ним насколько мы имеем возможность судить и поскольку нам приходилось соприкасаться с людьми это был единственный бесстрастный человек которого нам было дано встретить на нашем жизненном пути теперь когда его нет с нами он представляется нам каким-то исключительным гигантом духа когда господь жил на земле то смиренное явление во плоти закрывало от взоров людей его подлинное божественное величие и лишь по вознесении господнем и по сошествии святого духа открылось умному взору учеников и апостолов божество христа нечто подобное произошло с нами в отношении к старцу силуану при жизни он был так просто доступен что при всем благоговении к нему при всем сознании высокой святости этого мужа мы все же не могли в полноте ощутить его величие и лишь теперь когда в течение целого ряда лет мы не встречаем на своем пути ничего равного мы с опозданием начинаем понимать подлинное величие того кого по непостижимому промыслу божию нам довелось так близко знать иеромонах сафроний сахаров детство и молодые годы жизнь блаженного старца силуана внешне протекала мало интересно до призывного возраста это была жизнь бедного русского крестьянина потом обычная военная служба в нижних чинах и затем долгие годы 46 лет монотонной монастырской жизни простого монаха формуляр монастыря говорит о нем следующее схимонах отец силуан мирское имя семён иванович антонов крестьянин тамбовской губернии лебедянского уезда шовской волости и села родился в 1866 году на афон приехал 1892 году в мантию пострижен 1896 году схему в 1911 послушание проходил на мельнице на каламарийском метахи это владение монастыря вне афона в старом нагорном русике в экономии скончался 11 старый новый стиль 24 сентября 1938 года от родился до скончался все бедно не о чем рассказать касаться же внутренней жизни человека пред богом дело не скромное дерзновенное среди площади мира открывать глубокое сердце христианина почти святотатство но уверенные в том что ныне старцу ушедшему из мира победителем мира уже ничто не страшно уже ничто не нарушит его вечного покоя в боге позволим себе попытку хоть что-нибудь рассказать о его чрезвычайно богатом царственно высоком житии имея в виду тех немногих которые сами влекутся к той же божественной жизни полем духовной борьбы для всякого человека прежде всего является его собственное сердце и тот кто любит входить в свое сердце оценит выражение пророка давида приступит человек и сердце глубоко подлинная христианская жизнь дичет там глубоком сердце сокрытом не только от посторонних взоров но полнотеет самого носителя этого сердца кто входил в этот таинственный чертог тот несомненно испытал невыявляемое изумление предтайной бытия кто чистым умом погружался в напряженное созерцание своего внутреннего человека тот понимает невозможность проследить полноте течение своей жизни даже за короткий отрезок времени тот сознает невозможность уловить процессы духовной жизни сердца которая своей глубиной касается того бытия где уже нет процессов а ведь перед нами в данном житии стоит как будто именно эта задача изобразить внутренний процесс роста великого подвижника нет мы не поставим перед собой невыполнимой задачи мы лишь отчасти коснемся тех этапов его жизни которые нам лучше известны еще большей степени мы считаем неуместную попытку научного психоанализа ибо там где действует бог наука неприложима из долгой жизни старца наиболее ясно мы удержали в памяти несколько фактов являющихся показательными для его внутренней жизни и в то же время его истории первые из них по времени относятся к его раннему детству когда ему было не более четырех лет отец его подобно многим русским крестьянам любил оказывать гостеприимство странникам однажды в праздничный день с особенным удовольствием он пригласил к себе некоего книгоношу надеясь от него как человека книжного узнать что-либо новое интересное ибо томился он своей темнотой и жадно тянулся к знанию и просвещению в доме гостю было предложен чай и еда маленький семён с любопутствием ребенка смотрел на него и внимательно прислушивался к беседе книга ноша доказывал отцу что христос не бог и что вообще бога нет мальчика семена особенно поразили слова где он бог то и он подумал когда вырасту большой то по всей земле пойду искать бога когда гость ушел маленький семён сказал отцу ты меня учишь молиться а он говорит что бога нет на это отец ответил я думал что он умный человек а он оказался дурак не слушай его но ответ отца не изгладил из души мальчика сомнения много лет прошло с тех пор семён вырос стал большим здоровым парнем и работал неподалеку от их села в имени князя трубецкого где старший брат его взял подряд на постройку работали они артелью семён в качестве столяра у артельщика была кухарка деревенская баба однажды она ходила на богомолье и посетила между прочим могилу замечательного подвижника затворника иоанна сизиновского годы жизни 1791 1839 по возвращении она рассказывала о святой жизни затворника и о том что на его могиле бывают чудеса некоторые из присутствовавших стариков подтвердили рассказы о чудесах и все говорили что иоанн был святой человек слыша эту беседу семён подумал если он святой то значит бог с нами и незачем не ходить по всей земле искать его и при этой мысли юное сердце загорелось любовью к богу удивительное явление четырехлетнего до девятнадцатилетнего возраста продержалась мысль запавшая в душу ребенка при слышании книга ноши мысль которая видимо тяготила его оставаясь где-то в глубине неразрешенной которая разрешалась таким странным и казалось бы наивным образом после того как семён почувствовал себя обретшим веру ум его прилепился к памяти божией и он много молился с плачем тогда же он ощутил в себе внутреннее изменение и влечение к монашеству и как говорил сам старец на молодых красивых дочерей князя стал он смотреть с любовью но без пожелания как на сестер тогда как раньше вид их беспокоил его в то время он даже просил отца отпустить его киево-печерскую лавру но отец категорически ответил сначала кончи военную службу а потом будешь свободен пойти в таком необычайном состоянии семён пробыл три месяца затем она отступила от него и он снова стал водить дружбу со своими сверстниками гулять с девками за селом пить водку играть на гармонике и вообще жить подобно прочим деревенским парням молодой красивый сильный а к тому времени уже зажиточный семён наслаждался жизнью в селе его любили за хороший миролюбивый веселый характер а девки смотрели на него как на завидного жениха сам он увлекся одной из них и прежде чем был поставлен вопрос о свадьбе поздний вечерний час с ним произошло обычное замечательно при этом что на следующий день утром когда он работал с отцом тот тихо сказал ему сынок где ты был вчера болело сердце мое эти кроткие слова отца запали в душу семена и позднее вспоминая его старец говорил я в меру отца моего не пришел он был совсем неграмотный даже очень а считал с ошибкой говорил днесть вместо днесь заучил церкви по слуху но был кроткий мудрый человек у них была большая семья отец мать пять братьев сыновей две дочери жили они вместе и дружно взрослые братья работали с отцом однажды во время жатвы семену пришлось готовить поле обед была пятница забыв об этом он наварил свинины и все ели прошло полгода с того дня уже зимою в какой-то праздник отец говорит семену с мягкой улыбкой сынок помнишь как ты в поле накормил меня свининой а ведь была пятница ты знаешь я ел ее тогда как стерву что же ты мне не сказал тогда я сынок не хотел тебя смутить рассказывая подобные случаи своей жизни в доме отца старец добавлял вот такого старца я хотел бы иметь он никогда не раздражался всегда был ровный и кроткий подумайте полгода терпел ждал удобные минуты чтобы поправить меня и не смутить старец силуан был весьма большой физической силы свидетельствует об этом между прочим и следующие факты из его жизни он был еще совсем молодой до военной службы однажды на пасху после обильного мясного обеда когда братья его разошлись по гостям а он остался дома мать предложила ему яичницу он не отказался мать сварила ему целый чугун до полусотни яиц и он все съел в те годы он работал со своими братьями в имении князя трубецкого и в празднике иногда ходил в трактир были случаи что он выпивал за один вечер четверть это три литра водки но пьяным не бывал однажды в сильный мороз ударивший после оттепели сидел он на постоялом дворе один из постояльцев переночевавший там хотел возвращаться домой пошел он запрять свою лошадь однако скоро вернулся говоря беда нужно ехать и не могу лед обложил копыта лошади толстым слоем и она от боли не дается отбить его семён говорит пойдем я тебе помогу на конюшне он взял шею лошади около головы под мышку и говорит мужику оббивай лошадь все время стояла не шелохнувшись мужик обил лед с копыт запрех и уехал голыми руками семён мог брать горячий чугун со щами и перенести его с плиты на стол за которым обедала их артель ударом кулака он мог перебить довольно толстую доску он подымал большие тяжести обладал редкую выносливостью и в жару и в холод он мог есть очень по многу и много работать но эта сила которая позднее послужила ему для совершения многих исключительных подвигов в то время была причина его самого большого греха за который он принес чрезвычайное покаяние однажды престольный праздник села днем когда почти все жители весело беседовали около своих изб семён с товарищем гулял по улице играя на гармонике навстречу им шли два брата сапожники села старший человек огромного роста и силы большой скандалист был на веселе когда они поравнялись сапожник насмешливо стал отнимать гармошку у семена но он успел передать ее своему товарищу стоя против сапожника семён уговаривал его проходить своей дорогой но тот намереваясь по-видимому показать свое превосходство над всеми парнями села в такой день когда все девки были на улице и со смехом наблюдали сцену попер на семена и вот как рассказывал об этом сам старец сначала я подумал уступить но вдруг стало мне стыдно что девки будут смеяться и я сильно ударил его в грудь он далеко отлетел от меня и грузно повалился навзнич посреди дороги изо рта его потекла пена и кровь все испугались испугался и я думаю убил и так стою в это время младший брат сапожника взял земли большой булыжник и бросил в меня я успела отвернуться камень попал мне в спину тогда я сказал ему что ж ты хочешь чтобы тебе тоже было и двинулся на него но он убежал долго пролежал сапожник на дороге люди сбежались и помогали ему омывали холодной водой прошло не меньше получаса прежде чем он смог подняться его с трудом отвели домой месяца два он проболел но к счастью остался жив мне же потом долго пришлось быть осторожным братья сапожника со своими товарищами по вечерам с дубинами и ножами подстерегали меня в закоулках но бог сохранил меня так шуме молодой жизни начал уже заглушаться в душе семена первый зов божий к монашескому подвигу но избравший его бог снова возвал его уже некоторым видением однажды после не целомудренно проведенного времени он задремал и в состоянии легкого сна увидел что змея через рот проникла внутрь его он ощутил сильнейшее омерзение и проснулся в это время он слышит слова ты проглотил змею во сне и тебе противно так мне нехорошо смотреть что ты делаешь семён никого не видел он слышал лишь произнесший эти слова голос который по своей сладости и красоте был совершенно необычный действие им произведенная при всей своей тихости и сладости было потрясающим по глубокому несомненному убеждению старца то был голос самой богородицы до конца своих дней он благодарил божью матерь что она не возгнушалась им но сама благоволила посетить его и восставить от падения он говорил теперь я вижу как господу и божьей матери жалко народ подумайте божья мать пришла с небес вразумить меня юношу во грехах то что он не удостоился видеть владычицу он приписывал нечистоте в которой пребывал в тот момент этот вторичный зов совершившийся незадолго до военной службы имел уже решающее значение на выбор дальнейшего пути его первым следствием было коренное изменение жизни принявший недобрый уклон семён ощутил глубокий стыд за свое прошлое начал горячо каяться пред богом решение по окончании военной службы уйти монастырь вернулась с умноженной силой в нем проснулась острое чувство греха и в силу этого изменилось отношение ко всему что он видел в жизни это изменение сказалось не только в его личных действиях и поведении но и в его чрезвычайно интересных беседах с людьми из которых мы к сожалению можем рассказать лишь немногие наиболее отчетливо сохранившиеся в нашей памяти какой-то праздник когда водили в селе хороводы семер смотрел как один мужик средних лет его односельчанин играл на гармонике и плясал отозвав этого мужика немного в сторону он спросил его как же степан ты можешь играть и плясать ведь ты же убил человека он убил его пьяной драки тогда тот отводит семена еще немного далее говорит ему знаешь ли когда я был в острове то много молился богу чтобы простил меня и бог не простил потому я теперь спокойно играю семён который незадолго перед тем и сам чуть не убил человека понял что у бога можно испросить прощение грехов понял и спокойствие своего односельчанина прощенного убийцу случае этот ярко рисует и ясное сознание греха и сильное покаянное чувство и глубокую религиозную интуицию русских крестьян другой односельчанин семена имел знакомство с одной девушкой из соседнего села и девушка-то забеременела от него семён видя что парень очень невнимательно относится к этому обстоятельству убеждал его жениться на ней говоря иначе будет грех парень долго не соглашался с тем что это грех и не хотел жениться но семён все же убедил его и он послушался услышав из уст старца эту историю мы спросили его почему же он сам не женился на той девушке которую знал на это старец сказал когда мне захотелось пойти в монахи то я много просил бога устроить так чтобы я мог спокойно это сделать и бог все так хорошо устроил я ушел солдаты а за это время один купец хлеба торговец приехал в наше село для закупки хлеба увидал ту девушку в хороводе что она красивая стройная хорошо поет и очень веселый он полюбил и взял ее они были счастливы и имели много детей старец горячо благодарил бога послушавшего его молитвы но преступления своего не забыл время военной службы военную службу семён отбывал петербурге в лейб гвардии саперном батальоне уйдя на службу с живой верой и глубоким покаянным чувством он не переставал помнить о боге в армии его очень любили как солдата всегда исполнительного спокойного хорошего поведения а товарищи как верного и приятного друга впрочем это было не редким явлением в россии где солдаты жили очень по-братски однажды под праздник с тремя гвардейцами того же батальона он отправился в город зашли они в большой столичный трактир где было много света играла музыка громко заказали ужин с водкой весело беседовали семён больше молчал один из них спросил его семён ну что ты все молчишь о чем ты думаешь я думаю сидим мы здесь трактире едим пьем водку слушаем музыку и веселимся а на афоне теперь творят бдение и всю ночь будут молиться так вот кто же из нас на страшном суде даст лучший ответ они или мы тогда другой сказал какой человек семён мы слушаем музыку и веселимся а он умом на фоне и на страшном суде слова гвардейца о семёне а он умом на афоне и на страшном суде могут быть отнесены не только к тому моменту когда они сидели в трактире но и ко всему времени пребывания его на военной службе мысли его об афоне между прочим выражалось и в том что он несколько раз посылал туда деньги однажды ходил он из усть ижорского лагеря где летом стоял их батальон на почту в село колпино чтобы сделать перевод денег на афон на обратном пути еще недалеко от колпино по дороге прямо навстречу ему бежала большая бешеная собака когда она совсем уже приблизилась и готова была броситься на него он со страхом проговорил господи помилуй лишь только произнес он эту короткую молитву как какая-то сила сразу отбросила собаку в сторону словно наткнулась она на что-то обогнул семена она побежала в село где причинила много вреда и людям и скоту этот случай произвел на семена глубокое впечатление он живо почувствовал близость хранящего нас бога и еще сильнее прилепился к памяти божией на военной службе снова проявилась сила его совета и доброго влияния увидел он помещение роты одного солдата окончила свой срок сидящим печально с опущенной головой на своей койке семён подошел к нему и говорит что ты печальный сидишь а не радуешься как другие что окончил службу теперь поедешь домой я получил письмо от своих сказал солдат пишут что жена моя родила за это время помолчал немного качая головой тихим голосом в котором слышалось и скорбь и обида и озлобление он проговорил не знаю что я с ней сделаю ох боюсь так что ехать домой не хочется семён спокойно спросил а ты за это время сколько раз ходил в учреждение добывали случаи словно что-то вспоминая ответил солдат ты вот не мог утерпеть говорит ему семён а ей ты думаешь легко было тебе хорошо ты мужчина она от одного раза родить может подумай куда ты ходил ты перед ней больше виноват чем она перед тобой ты прости ее приедешь домой прими ребенка как своего и увидишь что все будет хорошо прошло несколько месяцев семён получил благодарное письмо от того солдата который описывал что когда подъезжал он к дому то отец и мать вышли ему на встречу скучные а жена робкая и смущенная стояла около самого дома с ребенком на руках у него же на душе с того момента как поговорил с ним семён в казарме было легко весело он поздоровался с родителями весело подошел к жене поцеловал ее ребенка взял на руки тоже поцеловал все повеселели вошли в дом а потом пошли по селу навещать родных и знакомых и всюду он с ребенком на руках у всех было хорошо на душе и после этого жили в мире солдат в письме много благодарил своего друга семена за добрый совет и нельзя не согласиться что совет был действительно не только добрый но и мудрый так уж молодые годы старец силуан прекрасно понимал что необходимым условием мира между людьми является сознание каждым своей вины окончил свою службу гвардии семён незадолго до разъезда солдат его возраста по домам вместе с родным писарем поехал к отцу иоанну кронштадтскому просить его молитвы благословения отца иоанна кронштадтского они не застали в кронштадте и решили оставить письма писарь стал выводить красивым почерком какое-то мудреное письмо а семён написал лишь несколько слов батюшка хочу пойти в монахи помолитесь чтобы мир меня не задержал возвратились они в петербург казармы и по словам старца уже на следующий день он почувствовал что кругом него гудит адское пламя покинул петербург семён приехал домой пробыл там всего одну неделю быстро собрали ему холсты и другие подарки для монастыря он попрощался со всеми и уехал на афон но с того дня как помолился о нем отец иоанн кронштадтский адское пламя гудела вокруг него не переставая где бы он ни был поезде в одессе на пароходе и даже на афоне в монастыре храме повсюду приезд на святую гору приехал семён на святую гору осенью 1892 года и поступил в русский монастырь святого великомученика пантелеймона началась новая подвижническая жизнь по афонским обычаям новоначальный послушник брат симеон должен был провести несколько дней в полном покое чтобы вспомнил свои грехи за всю жизнь и изложив их письменно исповедать духовнику испытываемое адское мучение породило в нем неудержимое горячее раскаяние в таинстве покаяния он хотел освободить свою душу от всего что тяготило ее и потому с готовностью великим страхом ни себя не оправдывая исповедал все деяния своей жизни духовник сказал брату симеону ты исповедал грехи свои перед богом и знай что они тебе все прощены отныне положим начало новой жизни иди с миром и радуйся что господь привел тебя в эту пристань спасения простая верная душа брата симеона услышал от старца духовника что грехи ему все прощены по слову его иди с миром и радуйся отдалась радости неопытный наивный он не знал еще что подвижнику нужно воздержание и в радости и потому сразу потерял то напряжение в котором пребывала душа его после посещения кронштадта последовавшим расслаблением он подвергся нападению блудной похоти и остановился на соблазнительных образах которая рисовала ему страсть помысл говорил ему иди у мир и женись что потерпел молодой послушник оставаясь наедине мы не знаем когда он пошел исповедоваться то духовник сказал ему помыслов никогда не принимай а как только придет сразу отгоняй вот неожиданного срыва который постиг брата симеона душа его пришла в великий трепет ощутил страшную силу греха он снова почувствовал себя в адском пламени и решил неотступно молиться да коли бог не помилует его после пережитых и матских мучений после той радости которую испытал он получил прощение в таинстве исповеди преткновение с помыслом при сознании что он снова опечалил божью матерь было для него событием потрясшим его душу он думал что прибыл в пристань спасения и вдруг увидел возможность гибели и здесь падение по мысли отрезвило брата симеона на всю жизнь а степени этого отрезвления можно судить потому что с того дня как сказал ему духовник помыслов никогда не принимай он за 46 лет своего монашества не принял ни единого блудного помысла то чему многие годами не могут научиться он усвоил после первого же урока показал тем свою подлинную культуру и мудрость по слову древних эллинов мудрому мужу дважды согрешать несвойственно сильная горечь раскаяния послужило поводом к новой брани помысл внушал ему иди в пустыню надень в речище и там спасайся хорошо ответил симеон я пойду к гумену просить на это благословение не ходи гумен не благословит говорит помысл ты только что гнал меня из монастыря в мир ответил симеон а теперь гонишь в пустыню если гумен не благословит значит не на добро ты толкаешь меня и с решимостью глубине души сказал умру здесь за грехи мои вводился брат симеон духовный подвиг вековым укладом афонской монастырской жизни насыщенной непрестанной памятью о боге молитва в келии на едине длительные богослужения в храме посты и бдения частое исповедь и причащение чтение труд послушания простой неискушенный множеством вопросов как это наблюдается современными интеллигентными людьми он подобно другим монахам усваивал новую жизнь скорее органическим слиянием с окружающей его средой чем устными уроками устное наставление гумена духовников и старцев большинстве случаев бывает кратки и обычно носят форму положительных указаний что и как должно делать одним из таких уроков для новоначального послушника является наставление что келейная молитва должна совершаться преимущественно почетком с молитвой иисусовой многократное призывание святейшего имени иисуса усладила душу брата симеона радовался он узнал что этой молитвой удобно молиться всегда и везде при всякой работе и обстановке что и во время церковных служб хорошо держать ее а когда нет возможности пойти в храм то ею заменяются богослужения молился он горячо и много так как душа его пребывала в тяжелом томлении и потому сильно стремилась к могущему спасти так прошло немного времени всего около трех недель и однажды вечером при молении пред образом богородицы молитва вошла в сердце его и стала сама совершаться там день и ночь но тогда он еще не разумевал величие и редкости дара полученного им от божьей матери брат симеон был терпеливый не злобивый послушливый в монастыре его любили и хвалили за исправную работу и хороший характер и ему это было приятно стали тогда приходить к нему помыслы ты живешь свято покаялся грехи тебе прощены молишься непрестанно послушание исполняешь хорошо от много и усердной молитвы душа его по временам испытывала некоторый покой тогда помыслы говорили ему ты молишься и может быть спасешься но если в раю ты не найдешь ни отца ни матери не тех кого ты любишь что и там не будет тебе никакой радости ум послушника колебался при этих помыслах и тревога проникала в сердце но по неопытности своей он не понимал что же собственно с ним происходит однажды ночью келья его наполнилась странным светом который пронизал даже и тело его так что он увидел свои внутренности помысл говорит ему прими это благодать однако душа послушника смутилась при этом и он остался в большом недоумении молитва и после этого продолжала в нем действовать но дух сокрушения отступил настолько что смех пришел к нему во время молитвы он сильно ударил себя по лбу кулаком смех пропал но дух покаяния все же не возвратился и молитва проходила без сокрушения тогда он понял что с ним произошло нечто недолжное после видения странного света стали ему являться бесы а он наивный с ними разговаривал как с людьми постепенно их нападение усиливались иногда они говорили ему ты теперь святой а иногда ты не спасешься брат симеон спросил однажды беса почему вы мне говорите по-разному то говорите что я свят то что я не спасусь бесно смешливо ответил а мы никогда правды не говорим смена демонических внушений то возносящих на небо в гордости то низвергающих вечную гибель угнетала душу молодого послушника доводя его до отчаяния и он молился с чрезвычайным напряжением спал он мало и руками крепкий физически подлинный богатырь он постель не ложился но все ночи проводил молитве или стоя или сидя на табурете без спинки изнемогая он сидя засыпал на 15-20 минут и снова вставал на молитву и так несколько раз в общей сложности он спал за сутки от полутора до двух часов его первым послушанием была работа на мельнице это было время расцвета русского монашества на афоне монастырь расширился и стал словно город среди пустыни число братья достигало почти до двух тысяч а посетители и поклонники сотнями приезжали из россии и часто подолгу жили в больших гостиницах монастыря так что работа на мельнице была немалая и вот брат симеон при столь коротком сне при крайнем воздержании пищи при непрестанной горячей молитве при многом глубоком по время временном отчаянном плаче исправно выполнял свое тяжелое трудовое послушание где за день приходилось ему ворочать и таскать множество больших мешков с мукой проходили месяц за месяцем а мучительность демонических нападений все возрастало душевные силы молодого послушника стали падать и мужество его изнемогало страх гибели отчаяния росли ужас безнадежности все чаще и чаще овладевал всем его существом кто переживал что-либо подобное тот знает что никакое человеческое мужество никакая человеческая сила не может устоять в этой духовной борьбе надорвался и брат симеон он дошел до последнего отчаяния сидя у себя в келье предвечернее время подумал бога умолить невозможно с эту мысль он почувствовал полную оставленность и душа его погрузилась во мрак адского томления и тоски в таком состоянии он прибыл около часа в тот же день во время вечерни в церкви святого пророка или и что на мельнице направо от царских врат где находится местная икона спасителя он увидел живого христа господь непостижимо явился молодому послушнику и все существо и самое тело его исполнилось огнем благодати святого духа тем огнем который господь не звел на землю своим пришествием отведение симеон пришел в изнеможение и господь скрылся невозможно описывать то состояние в котором находился он в тот час мы знаем из уст и писаний блаженного старца что его осиял тогда великий божественный свет что он был изъят из этого мира и духом возведен на небо где слышал неизрекаемые глаголы что в тот момент он получил как бы новое рождение свыше кроткий взор всепрощающего безмерно любящего радостного христа привлек к себе всего человека и затем скрывшись сладостью любви божией восхитил дух его в созерцание божества уже вне образов мира в явлении господа послушнику симеону человеку простому глубоко непосредственному замечательно еще то что он сразу узнал и явившегося ему христа и духа святого действовавшего в нем своих писаниях он без конца повторяет что господа познал он духом святым что бога узрел он в духе святом он утверждал также что когда сам господь является душе то она не может не узнать в нем своего творца и бога можно с уверенностью сказать что и адское пламя и адские муки предварившие явление христа послушнику симеону и осиявший его божественный свет для большинства суть вещи неведомые непонятные то что видит духовный человек его переживания весь его опыт не духовному часто может показаться безумием плодом патологического душевного состояния лишенные опыта реальности духовного мира он отрицает то чего не познал потенциально всякий человек призван к полноте духовной жизни но постоянная обращенность воли к миру вещественным к плотским и душевным переживаниям приводит к тому что многие одебелевают доходя до состояния неспособности к духовным восприятиям в нашей обыденной жизни это можно уподобить тому что имеющий радиоприемник ловит волны наполняющие атмосферу и в то время как не имеющий такового не ощущает их присутствие странно и непонятно духовная жизнь христианского подвижника мы видим в ней сплетение поражающих противоположностей демонические нападения богооставленность мрак смерти и муки ада с одной стороны и богоявление и свет безначального бытия с другой и невозможно словом выразить это каждый человек явление неповторимое своеобразное путь каждого подвижника тоже своеобразен и неповторим но все же люди в своем стремлении классифицировать явление по тем или другим признакам проводят классификацию в данном случае за истекшие века христианство опыт отцов отмечает природа или типа в отношении последовательности христианской духовной жизни к первому роду принадлежит подавляющее большинство людей привлекаются они к вере малую благодатью и жизнь свою проводят в умеренном подвиге хранения заповедей и лишь при конце жизни своей в силу переживаемых страданий познают благодать в несколько большей мере некоторая часть из них впрочем подвизается усиленнее тогда перед кончиной своей получают они большую благодать так бывает со многими монахами второй род когда кто-либо привлеченный сначала сравнительно малую благодатью все же ревно собственно подвизается в молитве и борьбе со страстями и в этом при болезненном подвиге в средине пути своего познает большую благодать проводя последующую жизнь в еще большем подвиге они достигают высокой меры совершенства третий наиболее редкий род когда человек в начале своего подвижнического пути за свою горячность или вернее предузнанный богом получает великую благодать благодать совершенных этот последний род является не только самым редким но и самым трудным потому что никто насколько возможно судить о том из житей створений святых отцов из устного предания подвижников последних веков и на основании опыта современников не может удержать полноте полученный дар божественной любви и после в течение долгого времени переживает отнятие благодати и богооставленность объективно это не есть полное отнятие благодати но субъективно душа и самое умоление благодатного действия переживает как богооставленность этот последний род подвижников страдает больше всех потому что у них после познания благодати после засозерцания божественного света мрак богооставленности и прирожение страстей переживается в силу контраста несравненно глубже и острее знают они что потеряли кроме того пережитая благодать своим действием изменяет всего человека и делает его несравненно более чутким ко всякому духовному явлению этот последний род страдает более всех потому что любовь христова в мире всем подвергается исключительно тяжким огненным испытаниям потому что любовь христа в мире всем неизбежно страдающие блаженный старец силуан принадлежал к этому последнему роду и тем объясняются его слова вы не можете понять моей скорби или кто не познал господа тот не может с плачем искать его когда он описывает неутолимую скорбь и плач адама по изнания из рая он сущности описывает свой плач и скорбь своей души после потери благодати исключительно глубокое покаянное чувство симеона вызывает вопрос почему одни люди кают со своих грехах так глубоко и сильно другие менее глубоко а третье совсем слабо или вовсе не каются чем объяснить различия интенсивности сознания греха у людей мы не в состоянии ответить на этот вопрос нам представляется невозможным проникнуть в тайну духовной жизни человека доступно нам лишь наблюдение за некоторыми явлениями во внутренней жизни религиозно живущего человека когда они принимают форму психологического переживания доступны нашему наблюдению некоторые характерные черты этих переживаний но без возможности однако определить что либо по существу так как основой у христианских религиозно психических фактов является не подлежащие никакому определению абсолютно свободное действие духа божия дух дышит где хочет и голос его слышишь но не знаешь откуда приходит и куда уходит так бывает со всяким рожденным от духа второй фактор также не поддающийся определению это свобода человека из этих двух факторов проявления свободы человеческой действия божьей благодати слагается христианская духовная жизнь часть 1